Только в 2021 году новые детские сады построили в Одинцово-1, Марфино, Лесном и Новом Городках. Была поставлена точка и в истории заброшенного здания на Можайском шоссе 96 в Одинцово. До 90-х годов там располагался садик, потом здание оказалось в частной собственности. После долгих и сложных переговоров нам удалось выкупить здание. И больше чем 130 миллионов рублей обошлась его полная тотальная реконструкция. С нуля провели комплексный капитальный ремонт, полностью заменили внутренние коммуникации, отремонтировали все помещения, облицовали фасад, благоустроили территорию. Кроме того, в ушедшем году в округе открыли двери для малышей-полисадики. Это детские сады в мини-формате. 4 в Одинцово и 1 в Звенигороде. Это еще 615 мест для дошколят. В чем плюс таких мини-садов? Конечно, в шаговой доступности. Родители тратят минимум времени для того, чтобы привезти туда ребенка. При этом детям от полутора до семи лет здесь гарантирован такой же комфорт пребывания, внимания и заботы воспитателей, что и в других муниципальных садах. Губернаторская программа по созданию полисадиков в муниципалитете продолжается. В этом году начали работу еще три мини-детских сада в Новой Трехгорке, ЖК «Сколковский» и в Лесном городке. Это колоссально разгрузило очередность. И на сегодняшний день мы работаем уже в штатном режиме. Что наш полисадик, который открыли мы в декабре месяце, что наше дошкольное отделение Лесногородской школы, уже полностью набраны коллективы, уже мы даем результаты. Детки участвуют во всех конкурсах. Значительный рывок сделан и в системе школьного образования. В густонаселенном микрорайоне «Гусарская баллада» началось строительство крупнейшего в регионе образовательного кластера школы на 2200 мест и детского сада на 400 воспитанников. Наша цель – открыть школу для детей уже 1 сентября 2023 года. И мы это сделаем. Рядом также строится детский сад на 400 мест. Его мы тоже должны открыть с опережением графика в декабре уже 2022 года, этого года. Суммарно до 2024 года в Одинцовском округе планируется создать 6050 школьных мест в ходе реализации семи проектов. Это строительство новых школ и пристроек к существующим. Контракты на проектирование и строительство уже подписаны. Отдельное внимание в ходе отчета глава муниципалитета обратил на качество питания в столовых образовательных учреждений. Ежедневный контроль показал – школьники чаще всего отказываются от предложенных блюд. Чтобы закрыть проблему раз и навсегда и не зависеть ни от кого, мы уже активно ведем работу по созданию в округе своего комбината питания. И сегодня даю поручение нашему образовательному блоку завершить создание комбината и с 1 сентября этого года перейти на обеспечение школ собственным питанием. Также Андрей Иванов отметил, что в рейтинге Подмосковья большинство школ Одинцовского округа находятся в зеленой зоне. Образовательные учреждения оценивают по качеству образования, профессионализму педагогов и разнообразию факультативов. По итогам 2021 года 410 ребят получили медаль за особые успехи в учении. Из них из городских школ – 290, из сельских – 120. Евгения Августина, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.